В Центральной детской библиотеке состоялось мероприятие для школьников под названием «Свистать всех наверх. Игра путешествия». Организаторами стали сотрудники библиотеки. Мы работаем для детей, в основном, конечно, взрослые приходят, но в основном наши читатели — это дети. Они здесь у нас не только читают, но и учат уроки, проводят свободное свое время, как-то образовываются, повышают свой интеллектуальный уровень. На этом мероприятии ребятам рассказывали о морских названиях, кораблях, пиратах и вообще все, что связано с морем. Неспроста была выбрана именно такая тематика в первые дни осени. Это познавательная игра, конечно, очень много они сегодня узнают. Вот как я уже говорила, какие пираты раньше были, как они вели свой образ жизни. Это такой шаг в историю, как это все раньше происходило. Ну и немножечко после лета они вспомнят все-таки о море, о солнце, о птицах, пении птиц, о шуме волн. Первый день вот они сегодня отучились, сразу после уроков придут к нам. Мероприятие прошло в два этапа. Официальная часть началась с теоретических познаний. Школьники полностью погрузились в историю морских приключений. Участники мероприятия отвечали на вопросы, отгадывали загадки, придумывали себе пиратские имена и учились завязывать морские узлы. И тихонечко продеваем их вниз. Получился у нас вот такой морской узел. После чего детям было предложено поиграть в подвижные игры. Школьники под музыку выполняли движения, озвучиваемые ведущими. При этом сохранив тему мероприятия. Все, ребят, молодцы, присаживайтесь. Самое главное для взрослых – видеть счастливые лица детей. В этот день в библиотеке не осталось ни одного школьника, который был бы недоволен проведенным днем. Мне очень нравятся тут библиотеки. Все мероприятия тут очень веселые, интересные. Мне очень нравится. Я сюда прихожу, я уже тут записана, книги беру, интересно. Библиотека – это очень хорошая. По словам сотрудников, подобные мероприятия будут проходить и дальше. Все желающие могут приходить и принимать участие в жизни детской библиотеки. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».